В селе Большая Елховка жители дома номер 89 на улице Фабричная несколько лет пытаются найти понимание со стороны управляющей компании. В доме течет крыша, но коммунальщики не торопятся с решением проблемы. Пустые обещания, затопленные квартиры и ежемесячные счета за капитальный ремонт. Об этом подробнее расскажет Евгений Волков. Семилетний Саша Неськин на сырости запах плесени в своей комнате внимания не обращает. Чего не скажешь о взрослых. Они-то прекрасно понимают, что за их же деньги управляющая компания обеспечила в квартире оптимальные условия. Только не для жизни людей, а скорее для выращивания грибов. Углы текут все время, с крыши по швам. Обращались, вроде делали они, но ничего нет, все продолжается. Углы пресневеют. Всю зиму такая темень стоит. 7,5 тысяч рублей в месяц. В такую сумму обходятся для семьи Нескиных коммунальные, якобы, услуги. На их вопросы к управляющей компании. Куда уходят наши деньги? Ответ один. Мы не знаем. Зимой снег. Продавитель сильный. В победе снег. Никому ничего не надо. А квартал-то танковые. В соседней квартире ситуация такая же. Галина Сязькина уже ветеран войны с текущей крышей. Знает, как организовать оборону и остановить воду. Тазики, ведра, кастрюли. В ход идут все подручные средства. В бой вступили даже мягкие игрушки. Ими закрывают выключатели на время потопа сверху, чтобы случайно рукой не коснуться и не получить удар током. Неоднократно обращались в наше ЖКХ Юховское. Нам обещали устранить. И вместо того, чтобы устранение, у нас продолжает все сильнее и больше течь. Обращались и три года назад, и четыре года назад. И последнее обращение было 5-го числа, 5-го месяца, 16-го года. Многочисленные письменные обращения в управляющую компанию не дали никакого эффекта. Здесь даже отписками от жалобщиков не занимаются. Зачем тратиться на конверты и бумагу? Можно и по телефону наобещать и не выполнить. Каждый год и неоднократно. И зимой приходили, смотрели, проверяли. И обещали устранить. Но, как видите, никаких устранений у нас нет. Вот даже в феврале месяце немножко потепление было, 3 градуса, 4 градуса тепла. Все у нас в тазике. Это зимой. А весной у нас еще интереснее. Когда дождь идет сильнее, еще интереснее. Со словами Галины Сязькиной полностью согласны большинство местных жителей. Бездействие управляющей компанией и протекающие крыши в многоквартирных домах стали визитной карточкой Большой Елховки. Зайдите сейчас у любых. Любые квартиры, везде они текут. Все пятые этажи. Вот, все пятые этажи, потому что крыши не заделывают. 14-й, 15-й, 16-й, вот 17-й год и все крыши текут. После капитального ремонта. Сделали нам капитальный ремонт. И сейчас у нас крыша кругом протекает по стенам. Я ремонт сделала и все протекло опять по стене текут. Безобразие. Никому мы не нужны. Никто нам ничего не делает. Евгений Волков, Валерий Балаев. Наши новости. Большая Елховка. Спасибо.